Здравствуйте, я пришел сдать кровь. О донорстве до сегодняшнего дня Илья Ивлев знал от друзей и коллег. Сотрудник Росгвардии сегодня впервые сдает кровь в новом качестве. Немного волнуется, но чувствует себя хорошо. Говорит, что помочь тем, кому это необходимо, поступок настоящего мужчины. А им надо быть не только на службе, но и в обычной жизни. Я считаю, что это очень важно, так как многие люди, дети чем-то, возможно, больны и не хватает здоровой крови. И поэтому он пришился на такой поступок. Таких новичков, как Илья, в городской больнице Реутова сегодня десятки. Сразу бросается в глаза, что в очереди стоят люди постарше и совсем молодые ребята. Доноры со стажем и новички сегодня все вместе сдают кровь. Девушка, у вас все хорошо? Да. Стандартный набор вопросов, осмотр доноров, анализ на группу крови и резус-фактор и в кресло. Здесь и начинается все самое интересное. В руке сердца, на душе осознание того, что простая сдача крови может спасти чью-то жизнь. Просто прийти и сдать, никаких проблем нет. Это безболезно, это более того, полезно. Насколько говорят доктора, правда ведь? Вот видите, полезно даже доктора говорят. А вот стать донором просто. Условия такие. Возраст от 18 и старше, здоровье отличное, самочувствие хорошее, пол и вес и должность значения не имеют. Все так – отлично. Но медики в сдаче крови все равно могут отказать. Относительные противопоказания – это когда на сегодняшний момент не может донор сдать кровь. Ну, например, ОРЗ или какие-то еще заболевания. И бывают абсолютно противопоказания. Это когда человек не может быть донором. Какие-то заболевания, которые категоричны. Поддержать доноров пришли воспитанники третьего детсада Реутова. Малыши прочитали стихи и каждому вручили открытки. Их дети сделали своими руками. Храни вас Бог удачи и здоровья. Вам миллионы могут пожелать. Спасибо вам донорскую кровью. Других людей приходится спасать. Сегодня в Реутове прошел первый в этом году день донора. Всего же в 2018-м сдать кровь можно будет еще три раза. 24 апреля, 18 июля и 11 октября. Дарья Галакова, Александр Попов для РТВ.